Первый слой. Кожа. Номер один. Внутри фаланги находится кость. Номер два. Покрытая надкосницей. С ладонной поверхности к надкоснице прикрепляется фиброзное влагалище. Номер три. Сухожилий сгибателей пальца. От кожи к данному влагалищу идут соединенно-тканные перемычки. Номер четыре. Которые делят подкожную жировую клетчатку на дольки. Номер пять. Сухожилия сгибателей пальца. Номер шесть. Имеют синавиальное влагалище, состоящее из париэтального листка номер семь, выстилающего изнутри фиброзную оболочку сухожилия и висцерального листка номер восемь, окружающего непосредственно сухожилия. Место перехода одного листка в другой находится между костью и сухожилием. Содержат сосуды и нервы и называется брыжечкой сухожилия. Номер девять. Между париэтальным и висцеральным листками находится полость синавиального влагалища. Номер десять. Если имеется колотая рана, ладонная поверхность пальца, то в силу строения тканей воспалительный процесс имеет тенденцию к распространению на фиброзное влагалище, синавиальное влагалище и далее на сухожилие, тендовогенит или сухожильный панарицы. Для вскрытия гнойного тендовогенита второго-четвертого пальцев необходимо вскрыть синавиальное влагалище. С учетом рабочей поверхности и расположения сосудов и нервов. Разрезы располагаются на боковых поверхностях фаланги и для лучшего тока гноя через них проводится полоска из мягкой латосной резины. Для понимания общего количества разрезов на одном пальце с учетом протяженности синавиального влагалища посмотрим на палец с ладонной поверхности. По два разреза производятся на средней и основной фалангах и один на ладони, где на уровне головки пясной кости слепо заканчивается синавиальное влагалище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok